Перед журналистами в этот вечер предстали не иначе, как рыцари круглого стола. Кто из них король, они решат в субботу на помосте пятой юбилейной битвы чемпионов. А пока компетентную оценку предстоящему сражению дают главный судья соревнований Борис Шейко. По звездному составу это одна из сильнейших групп, которые были до этого. Это очень сильнейший. Я вижу по заявочным местам, что и как в жиме лежа, так и в тяге стану будет очень сильная борьба, причем борьба на уровне высших рекордов мира. По традиции битва чемпионов проходит под патронатом мэра Архангельска Виктора Павленко. Все кубки, которые предоставлены и стоят на столе, они являются кубками мэра. В свое время с этой инициативой организаторы вышли к Виктору Николаевичу, было поддержано. То есть эти кубки будут вручать непосредственно Виктор Николаевич. Данный турнир, как уже говорили, грандиозное событие для города Архангельска. Много где был тоже, много где видел разные организации, соревнования и тому подобное. Но подобного не было. Чтобы мэр участвовал в организации турнира, этого не было нигде. Подобная наградная атрибутика не была нигде. Бороться за один из кубков мэра будет и абсолютный рекордсмен мира в становой тяге без экипировки в категории до 140 килограммов латыш Константин Константинов. Старт на битве чемпионов первый для него за два с половиной года. Это то место, куда хочется приезжать, выступать и устанавливать рекорды. В субботу для архангельских поклонников спорта чемпионат мира по футболу отойдет на второй план. Бережем эмоции для битвы чемпионов. Завтра в Дворце детского и юношеского творчества будет за кого болеть и кем поражаться. Алексей Карельский, Сергей Минин, Автограф дня.